Привет, мои дорогие! Итак, сегодня мы в Индии. И видите, у нас есть приглашенный эксперт Марина, моя очень близкая подруга. И, кстати, благодаря Марине я поехала первый раз в Индию. И в Индии сегодня мы поговорим про эфирные масла, связанные с айурведой. Насколько мне известно, Марина меня поправит, если что, она специалист по айурведе, а айурведа зародилась в Индии. То есть в Индии традиционно использовали специи, травы для гармонизации человека. А поскольку эфирные масла – это эссенция, клиндесенция растений, то логично, что в такой науке, как айурведа, тоже можно их классно применять. Поэтому, Марина, первый вопрос, почему вообще айурведа применяет эфирные масла? У нас тут много разных сегодня. Будем вам показывать. Я начну с основы, что в айурведе основа всего состоит из одних и тех же элементов. То есть всё в нашей Вселенной. Мы с вами, животные, растения. Всё состоит из элементов. Я думаю, что вы прекрасно знаете, какие это элементы. Это огонь, воздух, пространство, земля, вода. Ещё раз. Первый элемент – это пространство, где всё образовалось. Потом у нас в пространстве образовался воздух, ветер, элемент воздуха. Потом огонь раздул ветер. Далее вода и земля. Люди состоят из этих элементов, животные состоят из этих элементов. Для меня вообще было удивительно, когда я узнала, что и продукты питания состоят из этих же элементов. И растения в том числе. Эфирные масла. И если вы понимаете и знаете, какие элементы в вас находятся, какое соотношение элементов внутри вас, то вы можете подобрать себе продукты питания, эфирные масла, которые будут вас уравновешивать. Например, в айурведе есть такое правило. Подобное увеличивает подобное, а противоположное уравновешивает. Как с деньгами. Что это значит? Что если у вас много ветра, у вас очень ветреная голова, очень много мыслей, вы любите передвигаться туда-сюда, путешествовать. Если вы будете есть продукты, которые также содержат очень много ветра, это что? Это какие? А это все продукты, которые у нас растут над землёй. То есть, например, если мы возьмём растения, как они растут, у нас стебель, листья, они растут над землёй. Значит, они аккумулируют больше ветра. А те, которые корнеплоды растут под землёй, то они аккумулируют больше воды и земли. То есть, для человека ветренного, скажем так, у них где преобладает ветер, им важно заземляться продуктами, которые растут под землёй. Это корнеплоды, это морковь, это свекла, это сладкий картофель. А если люди будут с ветреной головой есть очень много... Бананов. Нет, бананы это другое. Будет есть много зелени, например, да, зелени, ро, да, это сырой зелени, то они будут увеличивать свой ветер. Понимаете, да? Вот. И точно также с эфирными маслами. Эфирное масло обладает теми же самыми элементами. Ещё интересно, что эфирное же масло делается из разных частей растения. Например, вот корица, да, она делается из мягкой коры, да, это мягкая кора. И в аюрведе известно, что разные части растения, они влияют на наши разные ткани. Например, сок растения, он влияет на плазму. Вязкая текстура, например, у алоэ, да, вот мы желе вот это берём, она влияет на нашу кровь. Почему алоэ является в аюрведе вообще самым главным очистителем крови? То есть если употреблять алоэ каждый день, вы сможете очень хорошо очистить свою кровь. Вот. Мягкая кора, вот, например, коричневого дерева, да, она влияет на наши мышцы. Почему в аюрведе используют масло корицы для массажа? Потому что оно расслабляет мышцы, выводит из мышц токсина. Вот. Слушай, корица обычно говорят такое жгучее масло, то есть его просто разбавлять нужно? Да, его нужно разбавлять в базовом масле. Обычно в аюрведе используют кунжутное масло для массажа, потому что оно самое горячее, оно больше, лучше всего согревает. Вообще в аюрведе массаж, это один из главных целительных, скажем так, процедур, который позволяет все токсины, которые накопились в организме человека, с помощью массажа они попадают в наш кишечник. И потом из кишечника принимают, это такая известная процедура, панча карма есть, когда ты воздействуешь на все ткани организма, на ум, на сознание, на все, то есть это очищение от токсинов со всех сторон. Вот. И там используется массаж, то есть массаж неотъемлемая часть для того, чтобы все токсины из вашей кожи, из ваших мышц, костей, они все обратно вернулись в кишечник, откуда они пришли. У нас все токсины аккумулируются в кишечнике. И если кишечник не работает должным образом, эти все токсины расходятся в нашу кровь, в наши мышцы, в нашу кожу, которая проявляется потом в виде прыщиков и так далее. Слушай, я тебе буду задавать уточняющие вопросы. То есть смотри, например, фенхель, да, он такой детоксикацией у него свойства немножко очищает. То есть если делать массаж, не просто идти на массаж, а добавлять фенхель, то как раз он будет помогать этому процессу выводиться или нет? Смотрите, там еще в Ирведе все не так-то просто. Там еще растение понимается не только из какой части, да, из какой части растения сделано масло, да, взято там, например, имбирь, масло сделано откуда? Из корней, да? Это заземляющее свойство. Имбирь обладает острым вкусом, да, жгучим вкусом. Например, герань, герань потрясающая... У меня с собой сегодня нет, но да. Да, потрясающее растение, оно сделано как раз из листьев, и оно влияет на нервную систему, герань, на костный мозг наш, потому что это листья, то, что растет над землей. Еще в Ирведе принято различать растения по их вкусу и по их аромату. Например, люди с ватоконституцией, где преобладает пространство и воздух, они что? Это холодная доша, да, это сухая доша. Люди некомфортно себя чувствуют в холодную ветреную погоду. Что им нужно, чтобы их равновесить? Им нужны согревающие ароматы, сладкие ароматы, ароматы, скажем так, те, которые утяжеляют, да, это древесная кора, да, это заземляющие ароматы, это ароматы теплые. Какие, мы знаем, у нас теплые ароматы есть? Вот корица тоже теплый аромат. Имбирь, да, твой любимый. Расскажи немножко про имбирь. Имбирь, турмерик, просто, ну, поскольку сегодня с тобой в Индии, а в Индии в Дотерри производится турмерик, это по-русски куркума. Куркума. Куркума, это вообще в Индии одно из самых, скажем так, целительных средств. Она используется везде, при приготовлении пищи, при приготовлении масок для лица. Подожди, потом оранжевая станешь. Да, но она смывается очень быстро. Смывается, я боюсь делать маску с куркума, что я потом стану как китайцы. Не бойся, оно выводит все токсины, все прыщички, все маленькие угри. Очень простой рецепт вам сейчас дам, девочки, записывайте, мой лайфхак. Самое лучшее. Эрведа говорит, что наносите на кожу то, что вы можете съесть, потому что кожа является тем же самым пищеварительным органом, как и наш желудок. Если мы наносим какую-то химию на кожу, то в наш кровоток, в наши мышцы, в наше ум и сознание попадает та же химия, и она может влиять так же, как еда влияет на наше сознание, так и любые элементы, которые мы наносим, так же влияют на наше сознание и наш ум. Так вот. Маска. Уптан. Это называется в Индии уптан, когда делается средство для лица из растительных компонентов, которые ты можешь даже употреблять внутрь. Берете овсянку, хлопья овсяные, овсяные хлопья, вы делаете из них муку и добавляете чуть-чуть куркумы. Это идеальное отшелушивающее средство, которое вы можете использовать утром и вечером для удаления всего. Главное, что это удаляет омертвершие клеточки у нас. Это как скраб. Да, как очень мягкий скраб, но при этом, что важно, если любое мыло, оно у вас меняет ваш баланс кожи. Да, если, например, жирную кожу мыть мылом, еще больше жира начнет вырабатываться. А данный уптан, он отшелушивает омертвершие клетки, но оставляет pH кожи той же самой, потому что это растительные компоненты. То есть делаем муку из овсянки и куркуму. Куркуму, это для всех подходит. Если, например, у человека мы про эфирные масла, то есть можно капельку масла эфирного куркумы. Да. Если нет свежей куркумы или она непонятного качества, чтобы она органик была, правильно? Да, но нужно сначала... Нет, я использую порошок куркумы на самом деле, потому что это проще всего. Но когда вы, например, растворите в ладошечке овсяную муку с куркумой, вы можете капнуть, например, масло лаванды. Супер. Вот. Еще, если у вас, например, жирная кожа, склонная к прыщам, к угрям, очень здорово к овсянке добавить порошок Нима. После трех недель использования вы почувствуете разницу в вашей коже. А какое эфирное масло тогда, например, овсянка? А есть у эфирного масла Нима, кстати? Слушай, у дотеры нет. Называется маргоза, кстати, в Индии. Маргоза. Это очень-очень сильное средство. Я добавляю, например, фенхель, маску для лица я добавляю фенхель, и мне очень хорошо. Лимон по эффекту или шалфей я добавляю. Или лаванду. А лимон для отбеливания, для отбеливания пятен немножко добавляю. Здорово. Ты видишь, как мы это... Да. Потом, что я еще расскажу. Например, вот мы все про вату, про вату, да, это люди светреные, да, они обычно такие худые, такие вот, знаете, боятся холода, у них ручки и ножки холодные, хотят утеплиться. Вот. А есть еще люди ПИТО в Конституции. Вот у нас представительница. Я? Огонь. Женщина огонь. Да, женщина огонь. Это люди, которым всегда жарко, они не выносят очень жаркой погоды, им становится прям плохо. Ну, это люди, которые склонны, например, к высокой кислотности, они иногда бывает страдают из жога, у них различные забавления желудка бывают из-за высокой кислотности, что приводит, если вовремя не позаботиться об этом, к язвам, да, печень страдает, да, если очень много кислотности. Также такие эмоции проявляются, как злость, раздражение, гнев, когда хочется всех убить, да, это тоже говорит о том, что у вас повышенная кислотность в организме и что стоит, чем уравновесить. Скажи, какие эфирные масла, у нас осталось ровно полтора минутки. Какие эфирные масла уравновешивают питу? Охлаждающие, да? То есть нужны охлаждающие. Что у нас охлаждающий эффект имеет? Мята перечная. Мята перечная. Охлаждающий эффект имеет еще сладкие ароматы. Знаете почему? Потому что вкус земли, он сладкий. То есть дикий апельсин. Дикий апельсин. Вообще мой любимый. Он сладкий? Да, очень. Да, наверное. Иланг-эланг, правильно? Охлаждает или нет? Иланг-эланг, да. Он сладкий. И голубой, мне кажется, когда синие этикетки, вообще холодные. А, например, красные этикетки, это горячие. То есть в целом такое. Например, охлаждает еще роза. Роза? Да, охлаждает. Она тоже очень имеет сладкий аромат. Охлаждает кардамон. Кардамон охлаждает. Еще есть древесный аромат и сандал. Расскажи, как-то завершающую нотку перед тем, как мы улетим из Индии и попрощаемся про твой любимый сандал. Для какой он доши и какой он секретика в исполнении? Вы знаете, сандал в Индии используется для уравновешивания любой доши, потому что это сакральное дерево. Вот мы нанесли сейчас по капельке на запястье, на самом деле, с Маришкой. Это дерево, которое чистит, скажем так, любую негативную энергию и в голове, и в теле. Плюс, это очень хорошее средство для регенерации кожи. Его можно использовать даже под глазами. Оно настолько здорово, его молекулы проникают в кожу, не травмируя ее. Конечно же, нужно разбавлять, девочки. Кстати, это единственное эфирное масло, безопасное, протестированное, и все линейки метровернатера, которые реально можно под кожу глаз. И оно тоже делается в Индии, не случайно сегодня. Вот, потому что сандал – это, конечно, магия. И в Аюрведе как принимают масла, да? Они принимают это через кожу, с помощью массажа, через аромат, да, с помощью аромалампы. Да. И внутрь, да, используют для того, чтобы уравновесить все свои доши. Еще есть третья доша. По нему расскажем в следующий раз. Да, в следующий раз расскажем. Доши земли и воды. Что мы пожелаем всем из Индии, прежде чем обращаемся? Чтобы все доши были в балансе. Главное, ребят, это гармония. Гармония. Гармония внутри вас. И если вы чувствуете дисгармонию, то всегда можно подобрать аромат, который сможет сбалансировать те элементы, которые в этом нуждаются. Аминь. Спасибо, дорогая. Спасибо вам за внимание. Чао.